Номер 5 для новой поликлиники счастливый номер. Номер со знаком качества. И это качество наблюдается уже в холле учреждения здравоохранения. Очередей нет от слова совсем. К врачу можно записаться разными способами. И даже введенная с этого года обязательно диспансеризация населения не сбила отлаженного ритма работы. Все выверено и вымерено. В поликлинике разработаны алгоритмы прохождения диспансеризации. Пациенты могут записаться разными способами в нашем учреждении. Это и традиционные, через регистратуру. Это и по телефону. Из нововведенных вариантов записи это через инфокиоск при входе в поликлинику. Это через QR-код за моей спиной. Вы можете наблюдать, записаться доктору через мобильные приложения. К любому доктору. Штаты у нас на сегодняшний момент укомплектованы на 97%. Есть абсолютно все полагающиеся врачи, которые необходимы для оказания медицинской помощи, также для проведения диспансеризации. Непосредственно о диспансеризации населения говорилось давно. От разговоров перешли конкретики. И с этого года ее должны проходить все белорусы. От 18 до 39 лет раз в три года, а все, кто старше, раз в год. А начинается диспансеризация, заполнение анкеты. Это можно сделать и дома на компьютере, и в поликлинике под присмотром помощника врача. Это 25 вопросов по различным группам, на основании которых мы в дальнейшем выявляем факторы риска у пациентов развития каких-либо заболеваний. Это либо заболевания болезни системы кровообращения, либо органов дыхания, либо онкологические заболевания, либо сахарный диабет. То есть те группы заболеваний, которые в последующем могут привести к инвалидизации пациента. Поэтому диспансеризация направлена на раннее выявление этих заболеваний и профилактику их. При проведении анкетирования пациенты получают рекомендации, как себя вести для того, чтобы эти заболевания профилактировать. В анкете собраны вопросы, которые помогут медику выявить факторы риска развития заболеваний. Всего четыре таких маркера. Онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, хроническая и обструктивная болезнь легких и сахарный диабет. Кстати, ноу-хау от специалистов пятой поликлиники. Разработаны памятки о профилактике каждого фактора риска. Предупрежден, значит вооружен. При правильном отношении пациента часть этих заболеваний можно избежать, либо выявить на раннем этапе, а значит эффективно подобрать терапию. После обработки анкеты, в случае необходимости, вам назначат ряд анализов и обследований. Общеклинические анализы, которые непосредственно в рамках диспансеризации пациент может пройти в тот же день. У нас в поликлинике это предусмотрено. Логистику мы для пациентов выстроили для того, чтобы они могли в кратчайшие сроки это все пройти и непосредственно обследоваться. Дальше дополнительное обследование уже назначают врач общей практики, к которому направляют помощники врача пациента по выявленным факторам риска. Если требуется какое-то дополнительное обследование, непосредственно либо УЗИ, либо какая-то еще дополнительная диагностика, врач с пациентом разбирается, дальше его обследуют и в процессе обследования выявляется, есть у него какое-то заболевание или нет. Пациенты 5-й поликлиники уже оценили диспансеризацию. Главное, что к нам приходит осознание, что это дело нужное, а не принудиловка. Я считаю, что нужна и очень нужна, потому что здесь приходишь, когда уже непосредственно вот сюда, здесь человека полностью могут обследовать, дать на назначение, направление на кровь, на УЗИ, УЗИ внутренних органов, всего, УЗИ сердца можно пройти, все, что вот как бы по показаниям, я думаю, у врача, все можно. Но как же, Маша, а не болит и не болит? А вы знаете, что не болит? Я вообще из тех людей, которые, ну, думаю, что надо задумываться о своем здоровье, и поэтому идти очень нужно. С возрастом как-то это все, да, он с возрастом приходит, вот тогда задумываешься, что все-таки нужно думать о своем здоровье, потому что кто подумает о нем, как не ты? Это был мой личный толщок, чтобы узнать, какое у меня состояние, если что, пройти какие-то дообследования, узнать, что мне надо сделать еще, какие обследования, если что, какой курс лечения. Это забота о своем собственном здоровье. Я все чаще и чаще встречаю таких людей, которые хотят заботиться о своем здоровье, занимаются спортом, все чаще и чаще повышают свой уровень самообразованности, скажем так. Преимущество нового подхода в том, что пациент в один день и в одном месте может пройти комплекс диагностических и лабораторных исследований, в том числе сдать необходимые анализы. Абсолютно развита диагностическая база. Сегодня учреждение не нуждается, никаких в медицинском оборудовании, потому что все на сегодняшний момент есть. Рентген-кабинет, УЗИ-кабинет, кабинеты для функциональной диагностики, спирометрия, электрокардиография, совершенная централизованная лаборатория, которая делает весь набор лабораторных исследований. Современный центр, которому недавно исполнился год, мы достойно этот период прошли и сейчас встречаем его на хорошем уровне. Лариса Озмолович, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.